Всем привет. Я действительно сегодня буду рассказывать про Meteor.js. Меня зовут Паша. Я сразу извиняюсь за голос. Я простыл недавно, поэтому он, возможно, будет меняться в ходе доклада. Работай. Мне 24 года. Я работаю веб-разработчиком в компании soft. Пишу from-end, back-end, мобайлом занимаюсь немножко. Сегодня я буду рассказывать про Meteor.js. Я познакомился с ним буквально вот… Первый раз я про него слышал два года назад, а я начал использовать его где-то год назад. Собственно, сегодня я планирую рассказать, описать основную идею Meteora, рассказать, как он, собственно говоря, реализован, рассказать, возможно, его плюсы-минусы, когда его следует использовать, когда, возможно, лучше посмотреть немного в другую сторону. Ну, собственно, начнем. Что такое Meteor? У меня немножко не респонсив презентация, как оказалось. Я, честно говоря, ну, у меня она отображалась лучше. Я не придумал ничего лучше, чем сделать скриншот главной страницы сайта Meteor.com, убрать белый фон и, собственно, это будет началом. Слоган у них звучит «Делайте крутые приложения, которые приятно использовать, быстрее, чем вы думаете». И на самом деле это действительно так. Они недавно достигли версии 1.0, они очень долго к ней шли. И вот, наконец-таки, пришли. Буквально месяц назад она вышла. Фреймворк достаточно молодой, ему 3 года. И, ну, можно сказать, что он уже состоялся. 200, более 200 тысяч загрузок и 3-4 тысячи фолловеров в твиттере. 20 тысяч человек следит за ним на гитхабе. Ну, правда, вот этот вот пункт 8 тысяч вопросов на стек оверфлоу я бы спрятал, потому что, ну, мне довелось работать с… доводилось работать с разными фреймворками и, конечно, вопросы на стек оверфлоу не всегда соответствуют популярности. Там бывают другие причины, из-за чего их так много. Странно, как-то переключается. Собственно, Meteor – это платформа для быстрой разработки и веб-приложения используют только один язык программирования JavaScript. Я ожидал приблизительно такую реакцию у всех. Все-таки фронт-энд-разработчики. Ну, переключись. Ну, скорее всего, так и придется делать, потому что как-то, ну, совсем… О, заработал. Все-таки что же такое Meteor? Я программист, поэтому я буду рассказывать все с технической точки зрения. Я думаю, что всем интересно именно техническая реализация, как он работает. На самом деле Meteor – это не что иное, как Node.js сервер, плюс MongoDB и различные JavaScript библиотеки, которые создают вот эту вот всю магию. Какую именно магию, я расскажу чуть позже. Во-первых, все приложение на Meteor.js пишется на чистом JavaScript. И весь код, который вы пишете, он по умолчанию исполняется и на клиенте, и на сервере. И это большой плюс, потому что, во-первых, не нужно дублировать. Многие коды, которые сейчас приходится дублировать, если, например, backend пишется на чем-то отличном от JavaScript. Не приходится описывать одинаковые структуры и там, и там. Мне кажется, плюс очевидный. При желании можно писать на CoffeeScript. Вот именно эту картинку он не хочет переключать. Я не знаю, с чем это связано. Спасибо. Собственно, как все выглядит сейчас? Ну, как правило, во всяком случае я работаю сейчас на проекте, где картинка вот приблизительно такая. То есть на фронтеде используется JavaScript, в частности у меня XGS, а весь backend написан на Java. И, в принципе, может это неплохо, но искать разработчиков, которые одновременно хорошо знают и Java и JavaScript, очень проблематично. И писать на разных языках тоже бывает иногда не очень круто. Опять-таки я уже рассказывал про плюсы разработки на одном языке. Собственно, да, у Meteor в этом плане все хорошо. И на клиенте, и на сервере JavaScript. Вот сейчас перейдем ближе к магии. Как происходит синхронизация данных? То есть то, за что ругали Meteor очень многие в самом начале, во всяком случае, у них нет REST, у них нет RESTful сервисов. И все данные приходят от сервера на клиент, из клиента на сервер по протоколу DDP. И вот это вот отсутствие сервисов изначально, я помню, всех очень сильно раздражало. Я помню гневные комментарии на Hubra Hubra к статьям о том, что двигаются они не в том направлении. Все это утопично и так далее. Но, тем не менее, Meteor достиг версии 1.0. И синхронизация данных между сервером и клиентом достигается за счет веб сокетов. То есть на клиенте, если можно переключить следующий слайд, там диаграммы, которые, в принципе, все рассказывают. На клиенте есть локальная база данных, мини-монго. Точнее, имитация монги. Но она обладает точно таким же API, как и реальная MongoDB. И получается, клиент, когда пишет, разработчик, когда пишет клиентскую часть приложения, он как будто бы работает с серверной базой данных. Он работает полностью с мини-монго, сохраняет записи, удаляет, редактирует и так далее. А то, как мини-монго синхронизируется с MongoDB на сервере, за это полностью отвечает Meteor. То есть разработчику не нужно думать о том, как серверы, как данные, которые он изменил на клиенте, будут синхронизироваться с сервером. Ну и, как я уже сказал, вся эта синхронизация проходит по протоколу DDP. На сервере, то есть серверная часть Meteor представляет из себя на самом деле два сервера. Хоть и Meteor слушает один порт, на самом деле там сервера два. Первый – это HTTP-сервер. Они использовали NPM-модуль Connect для обработки различных HTTP-запросов, для раздачи статики он используется. И второй сервер, который они называют DDP, но на самом деле это не что иное, как SOC.js – сервер, который создан с помощью этой библиотеки. И вот с помощью DDP-сервера и происходит вот эта вот синхронизация между Mini Mongo и MongoDB. То есть плюс очевиден. Ты пишешь клиентскую часть, не задумываясь о том, как данные, которые ты сохраняешь, попадут в итоге на сервер. И благодаря вот этой вот постоянной синхронизации, благодаря сокетам, ты всегда можешь быть уверен, что если у тебя есть интернет-соединение, то все данные в Mini Mongo, они все актуальны. Вторая составляющая магии Meteor – это живые обновления страниц, потому что то, что у тебя всегда синхронизируются данные – это хорошо, но не факт, что отображение будет меняться тоже. Поэтому команда Meteor создала свой подпроект, назвала его Blaze. По сути Blaze – это то же самое, что библиотека React. То есть суть одна и та же, просто немного другая реализация. Причем различие в реализации заключается в тонкостях работы с виртуальным домом. То есть по-разному они вычисляют вот эту вот дельту, которую нужно изменить и какие шаблоны надо перерендерить. Шаблоны все пишутся на Spacebars. Изначально там до версии, по-моему, 0.7 это был обычный Handlebars. Потом они решили, что обычного Handlebars им не хватает. Они решили создать свой язык шаблонов. По сути Spacebars – это тоже Handlebars, просто с незначительными изменениями, которые умещаются в 4 абзаца у них в доках. И можно использовать другие языки шаблонов, то есть там либо JED, либо любой другой, там стилус. Без разницы. В любом случае весь процесс связывания этих шаблонов с данными будет происходить, что любой шаблон будет вначале компилироваться в Spacebars. И только после этого из Spacebars будет создан объект Blaze, который будет отвечать за обновление данных на странице и обновление дома. Не работает. Вот мы перешли к 7 принципам Meteor. Некоторые из них будут повторяться с теми идеями, которые я уже рассказал. Ну, частично повторятся. Эти 7 принципов, они составляют костяк реализации Meteor.js. И именно от этих принципов отталкивались разработчики, когда разрабатывали Meteor.js. Первый принцип – это реактивность. То есть Meteor.js полностью основан на парадигме реактивного программирования. Хоть я видел, что многие спорят, что он не совсем реактивный. То есть вот внизу, я не знаю, видите или не видите, там в большинстве слайдов я размещал ссылки на материалы, где можно почитать подробнее про каждую тему. И есть сайт reactivmanifesto.org. И на нем описаны те принципы, которые… Не принципы, а те требования, которым должно отвечать реактивное приложение. Их 4 штуки. И Meteor, в принципе, полностью им соответствует. Это единственное ограничение, которое вызывает у всех вопросы. Но, скажем так, не Meteor виноват. Виноват Node.js и то, что он работает в одном потоке. То есть там требования немного необычные. Второй принцип – это то, что передается только данным. То есть сервер не отдает клиенту HTML. И клиент полностью сам решает, как будут эти данные отображаться. Помогает в этом ему, конечно, Blaze. То есть те шаблоны, которые вы изначально описали. И на основании этих шаблонов и будут формироваться HTML итоговый. И… Ну, из-за того, что не используется REST, используется протокол DDP. Придуются только данные. Причем протокол DDP на самом деле он не представляет из себя ничего такого особенного. Это обычный JSON в немного необычном формате. О! Один язык разработки. Ну, это мы, в принципе, уже обсудили. База данных доступна везде. Это был один из основных принципов, ради которой создавался Meteor. Что… Ну, первое, это, конечно, была реактивность. Чтобы был абсолютно real-time. Второй был как раз таки вот связан с базой данных на клиенте. То есть реализация mini-mongo и возможность работы с базой данных прямо на клиенте. Ну, и круто еще, конечно, то, что разработчик не думает о том, как синхронизируются данные. Компенсация задержки. Вот. Об этом мы еще не поговорили. За счет того, что пользователь не ждет ответа от сервера и работает с локальной базой данных, он не ждет синхронизации и нет вот этих вот задержек, когда мы там жмем на кнопку добавить какую-нибудь запись и ждем, когда сервер ответит, что да, окей, я ее добавил в базу, можешь с ней работать. То есть сперва данные обновляются в локальной базе данных, лишь потом эти изменения синхронизируются с сервером. И за счет этого поиск интерфейс обновляется в режиме реального времени без задержек. Интеграция инструментов. Этот принцип говорит о том, что MeteorJazz не изобретает какой-то фреймворк, который захватит мир. Он просто объединяет те библиотеки и те инструменты, которые уже сейчас есть. И главная цель – это упростить жизнь разработчика реал-тайм приложений. То есть он получает реал-тайм прямо из коробки. Ну и MeteorJazz, конечно, является open-source проектом. Последний принцип – это простота равно производительность. Изначально разработчики Meteor позаботились о том, чтобы был очень низкий порог входа в саму эту технологию и любой фронтенд-разработчик мог сразу брать и использовать. Весь API по работе с Meteor и по работе с Minimongo он абсолютно простой, понятный и хорошо задокументирован. Ну, если вы откроете сайт docs.meteor.com, вы увидите, что документация у них действительно очень хороша и очень много примеров для использования каждого конкретного API. Собственно, Hello World. Как начать работать с Meteor? Ну, я покажу тут всего четыре шага. Скачиваем его. Это минута. Создаем проект. Meteor укроет название проекта. Переходим в директорию с проектом. Вводим волшебное слово Meteor и сразу запускается и Node.js сервер, и запускается MongoDB, и запускается непосредственно приложение. Если вдруг вы решили сразу поделиться этим приложением с каким-нибудь своим знакомым, то Meteor deploy вводите доменное имя третьего уровня и Meteor автоматически деплоит проект к себе на хостинг. То есть начать работу с Meteor очень легко и быстро. Мой опыт с Meteor. Он на самом деле не очень большой. Я с помощью Meteor сделал один небольшой проект. Я год назад перешел, сменил компанию и был приятно удивлен, как на проекте были поставлены все процессы. Был настоящий скрам, но был вот один небольшой косяк, который почему-то никто не исправлял. У нас в качестве тула для Continuous Integration Space TeamCity для создания билдов и деплоя. Для сбора проекта используется Gradle. У нас есть несколько тестовых серверов, куда разработчик берет какую-то задачу из Jira, разрабатывает ее в своей ветке, потом эта ветка деплоится на один из серверов. И проблема заключалась в том, что на каком сервере какая ветка находится, никто не знал. Все отписывались в скайпе, спрашивали друг у друга, какой сервер можно использовать, какой сервер нельзя использовать. Но было не очень удобно, особенно тестировщикам, мануэл тестировщикам, которые постоянно тебя дергали, каждые 15 минут и спрашивали. В общем, за один вечер я написал маленькое приложение, которое простило всем жизнь. Но тут все отображается очень мелко. Зеленая галочка означает, что билд прошел успешно и задеплоился этот билд тоже нормально. Красный замочек означает, что этот сервер трогать нельзя, что тестировщик сейчас что-то на нем делает, что-то тестирует и туда деплоить нельзя. Если этого красного замочка нету, то значит можно этим сервером свободно пользоваться. Ну и дальше идут адрес сервера, какая ветка туда задеплоена, кто ее задеплоил и когда. Ну, собственно, там на самом деле я его написал не за один вечер, но часть на meteor.js она писалась реально один вечер. То есть очень-очень-очень быстро. Собственно, почему Meteor? Почему стоит обратить на него внимание и почему внимание стоит обратить на него сейчас? Meteor, как я уже сказал, он месяц назад добрался до версии 1.0 и, как мне показалось, он очень хорош для прототипирования за счет того, что приложение создается очень быстро и реал-тайм приложение получаешь прямо из коробки. То есть ничего придумать для этого не надо. Плюс очень много у них пакетов, которые можно легко добавлять в проект и использовать. Там различные пакеты для упрощения авторизации пользователей и для различных других задач. То есть для создания прототипа Meteor подходит идеально. Ну, это я уже сказал. Большое количество пакетов для решения разного рода задач. Ну, в принципе, я тоже уже об этом сказал. Отличная документация и большое и постоянно растущее сообщество разработчиков. Простая установка. Ну, мне кажется, что этих плюсов вполне достаточно, чтобы хотя бы обратить на него внимание. Ну, я кратко рассказал про идею Meteor. Я надеюсь, что он пройдет мимо вас, не как мимо этого дяди. Реакция на Meteor будет немножко другая. Хотя бы вы там установите Meteor, посмотрите. Это полезные ресурсы. Я бы советовал начать с официальной документации, которая находится на сайте Meteor. Плюс неплохая книжка Discard Meteor. Она переведена уже на кучу языков. Я не знаю точно цифру, но на русский она тоже переведена. Сайт MeteorHacks. Там постоянно выкладывают интересные статьи, связанные и с использованием Meteor, и с тем, как его использовать не только для маленьких приложений, но и для больших, как его скейлить. И самое интересное, они пишут статьи и про то, как они реализуют определенные вещи. Ну, собственно, у меня все. Если есть какие-нибудь вопросы, я буду рад ответить. И под Виндой, возможно, начать работать. Да, я очень много, на самом деле, опустил. Я поставлял кучу кодов презентации, а потом посмотрел, что у меня получается 7 слайдов, и я решила, что в 3 минуты никак не выложились. Я хотел рассказать про то, что Винда официально пока не поддерживается. То есть в них есть подпроект, но проект принадлежит другому человеку, который просто сам для себя создал установщик Метеора. То есть если при этих посылке, там, win.meteoror.com, то можно скачать обычный инсталлятор Метеора, и использовать его под Виндой на свой страх и риск. Официально они сейчас пользуются только Linux и macOS, и, ну, это был восьмой принцип пока не поддерживать Виндой. Они сказали, что пока мы не доберемся до версии 1.0, мы их никакие другие платформы не будем просматривать. Поэтому как-то так. Виндей сейчас, кстати, по-моему, 0.8. Ну, там, на самом деле, переход от версии 1.0.9 до первой версии, я заметил только одно изменение, они написали. Они сделали новый дизайн, сделали все красивое, и вот эти принципы, они убрали в главной странице, они их спрятали в доке. От всех изменений, которые были с версией 1.0.9. По-моему, мы сейчас с мобильными деплой на мобильные приложения были. Там же было как долго. Да, да, да. С мобильными тоже, да, но по-моему, это было еще в версии 1.9. Они, на самом деле, начали двигать с версии 0.7. Я, честно говоря, не помню, какая версия была год назад, но я помню, что уже тогда они двигались в этом направлении. И, да, действительно, они сейчас… Это не только фреймворк для создания веб-приложений. Они сейчас активно двигают и мобайл-платформу, где можно с помощью… на Android и идет конвертация в нативное приложение. То есть это уже не веб-приложение на мобилу, а именно уже нативное, то есть он работает очень быстро. И чувствуется как нативное. Тут вопрос от чата есть на YouTube. Что насчет для тех под Redis и на ткачах и про… Я знаю, что Redis они официально сейчас… Ну, частично они его поддерживают. Касательно SQL баз данных типа Postgre… Я не знаю, но там на самом деле я не помню, я указывал ссылку или нет. Можно зайти на сайт Trello и у них есть полный roadmap с описанием… Там можно оставить им комментарий к каждому направлению, в котором они собираются двигаться. То есть у них там висит и поддержка винды, и различные другие штуки. И там люди оставляют комментарии, насколько им это нужно, что бы они хотели и… что бы они хотели видеть в этой… каждой определенной фиче. Я там видел SQL, но я не посмотрел, с какой версией они хотят вообще его суппортить. Ну и я не знаю смысл здесь использовать Postgre, если так все идеально связано с Mongo, не знаю. Не знаю. Я последний раз спрашивал людей, которые работали… Ну, пытались продать что-то использовать… Метеорку за полтора раза… У меня были разговоры, что когда у вас начинает база, там, в 30-40 тысяч объектов, прости, а мини-монго начинают просто чудовищно промазить постоянные перерисовки, если много вид серверов идет с разных клиентов, репликацию убивают всю производительность. Как у них сейчас вообще получилось? У них раньше была проблема с тем, как они скелет вообще Mongo на сервере. То есть у них если вдруг запускался реплика сет из Mongo баз, то там получался косяк синхронизации данных между этими базами. И изменения, которые происходили, они подхватывались где-то в течение 10 секунд. То есть потом они в версии 0.7, они, по-моему, ну я не помню, или 0.8, они начали поддерживать оплок и еще что-то. То есть они работают в этом направлении, но насколько у них сейчас все это успешно, я затрудняюсь ответить. Все зависит от того, насколько большое. У меня нет опыта использования Метеора на больших проектах, поэтому мне так сложно сказать. Я его использовал для крошечного проекта. Большие проекты, которые используют? Да. Да. Я их представил презентацию, но удалил. Я понял, что я удалил презентацию все то, что, в принципе, всем интересно. Вот. И можно занять. Да. Первое – это Respond.ly. Это такой mailbox для команды. То есть, когда он остается для всего проекта. Ну, вы можете зайти. И, на самом деле, на сайте Метеора, они очень хвастаются, и они поддерживают большие проекты, те стартапы, которые делаются на Метеоре. То есть, они, во-первых, их пиарят, во-вторых, они приглашают на различные Метеор конференции, и просят их делиться своим опытом. Если вдруг у какого-то стоп-тапа, который использует Метеор, возникают сложности, команда разработчиков, она небольшая, на самом деле, там, 15 человек, они сразу пытаются среагировать на эти проблемы, которые возникли. Такой вопрос. Если конкурентом два клиента захотят продвинуть этот документ, и вот так себе это не все произойдет. Ну, и, по-другому, конечно, последовательный. То есть, оно локально сохранилось, и потом скучаться и пытаться. Да, вот я, честно говоря, я почему-то все забыл сказать. Я хотел еще сказать про оффлайн-работу, которая возможна за счет вот этой локальной базы. То есть, за счет того, что мы не ждем ответа от сервера, мы можем пробудить локально, если вдруг у нас connection пропал, мы можем работать с этой локальной базой, и все реквесты, которые у нас были созданы, они все будут висеть из-за того момента, когда connection появится. Как только этот connection появится в сервере, все эти реквесты будут направлены, и все эти конфликты, которые будут возникать, они будут решаться именно там. Там есть типичный трех… У них есть модуль, называется tracker, и он разрешает вот эти все конфликтные ситуации и занимается именно… ну, отследжением тех запросов, которые приходят, те запросы, которые следует выполнять с монгой. Ну, так они решат конфликты, да, ну, трехой… ну, так они решат… Я не знаю, как решат… Я не знаю, как решат… Когда кто-то… Четный результат… Ну, я просил… Он не выключил последние данные. Вдвоем… Кто-то потеряет свои данные, не включается. Какая экономика не выглядит, как проблема метеора. Ну, если продакшн юса серьезного нету глобально, да, то это, наверное, не его проблема, не его уровень. Ну, понимаете, пусть он достаточно зрелый, чтобы это не… В принципе, подходом нельзя решить эту проблему. Потому что… Ну, то есть, что какой-то там один проект там делается… Не, ну, просто такой из коробки – это не идеально. Понимаешь, что он… Ну, конечно. Ну, во всяком случае, можно отслеживать события и следить за теми ошибками, которые возникают. То есть, если вдруг что-то не удалось сохранить, клиент придет. И там, когда придешь клиентскую часть, ты можешь такой соцсеток обмануть. Клиент за кутбук? Нет, не совсем онлайн-режим. То есть, понятно, что если вдруг откроют его сайт, вдруг работать без конечных в то время, потом нажмут новый в 5, то… …все закончится. То есть, ну, не совсем… Ну, тут не столько… Ну, тут не столько… Ты знаешь, сколько спортивных, сколько… Сколько… Сколько лет на это время… Здесь начинаются вопросы, которые… …все… 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 Спасибо большое.